Во-первых, у меня всегда вопрос, а зачем, то есть, что является мотивирующим фактором для занятий детей. Потому что, когда я вижу взрослую, кривую женщину, я понимаю, зачем ей заниматься гимнастикой. Когда я вижу вполне здорового ребенка, девочку, я не понимаю, зачем ей заниматься гимнастикой. Потому что, ну, в детстве, если детство, ну, тут надо, конечно, понимать, что если детство здоровое, если на ребенка нет никакого прессинга, если у ребенка есть возможность двигаться столько, сколько ребенок хочет, да, и есть возможность какой-то активности, деятельности, то, в принципе, мельница там просто не нужна. Другое дело, если уже, мы говорим о том, что там уже сколиоз и какие-то прочие проблемы с позвоночником, тогда уже можно задумываться, но учитывая все-таки, все-таки то, что очень много сексуальности в гимнастике, ну, а как-то, мне кажется, отдавать в этом себе отчет и под собственную материнскую ответственность. Ну, и интуитивно сказала, что нет, потому что материн сказал. Нет, так это, так а что я могу сказать. Если мама уже интуитивно сказала, что нет, так что может сказать Маша Гусева. Ну, какая-то такая общая концепция пока. Мне кажется, что гимнастику можно начинать делать тогда, когда есть грудь. Просто, вот, как показать, потому что вот это вот движение в округе родили, ну, что я водить по плоской стяге, да? А она, соответственно, у кого-то, как у меня, в свое время появляется и в шестнадцать лет. Вот. А у кого-то в десять. Другое дело, что если начать гимнастику делать в десять, то в четырнадцать вполне можно уже ожидать потомства. Ну, мне так кажется.